Ребят, всех приветствую! Выхожу с кратким апдейтом по текущей ситуации на крипторынке. А именно, обсудим действия ETF фондов, что у нас с вопросом ETF на Ethereum, какие изменения и изменилось ли вообще что-то. И, конечно же, кратенько посмотрим график BTC и стаканы BTC, что изменилось за последние сутки. Итак, давайте начинать. Что у нас поменялось? Первое, это у нас зашел весьма-весьма положительный кэшфлоу. Не знаю, обновилось ли на сайте. Видим, что здесь фактически без обновлений. Но за 21 мая, за вторник у нас очень крайне положительный кэшфлоу. Вспоминаем, что такая есть закономерность, как у нас, собственно, начинается неделька, так в дальнейшем она и будет с большей вероятностью продолжаться. Да, это не 100%, но в целом, скажем, 60-70% вероятности, как началась неделя, так она, в принципе, плюс-минус и будет завершаться. Так вот, данные пока что не вышли, но заранее на других ресурсах я посмотрел и... Хорошо. Хорошо. Может, мне удалось найти? Так вот, ребят, не знаю, почему-то постоянно серия срабатывает, как я начинаю запись. Так вот, что сейчас поменялось на 21 мая? Во-первых, у нас не произошло оттока от грейскейла, а такой маленький прирост. Но самое главное, что у нас кумулятивно около плюс 5000 битков. Это, в принципе, рекорд за последнюю неделю, где преимущественно именно со стороны BlackRock'а залетело плюс 4000, 4500 битка. Приблизительно так, просто там на других ресурсах это все формируется в миллионах долларов. И примерно, если в переводе на биток, приблизительно плюс 4500 биткоинов. В общем, вторник, 21 мая закрылись весьма положительно и кумулятивно, можем ожидать в этой графе, около 5000 биткоинов прироста. То есть, по-прежнему позитив среди крупных денег, среди фондов, которые аккумулируют денег как с обычных, собственно, предприятий, так и с институционалов, у нас увеличивается. Это плюс. Теперь давайте дальше. Кое-что интересное появилось в стаканах. Обратите внимание на биды, которые очень слабенькие. 65-68 по Binance, да, кое-что стоит. А затем у нас, в принципе, 63-60. Следующий блок поддержки по Coinbase в абсолютно без изменений. Стоит 60, там какие-то несчастные 53 битка и все. То есть, здесь номер 1 и номер 2. Это, в принципе, ближайшая такая поддержка. Но, как по мне, сейчас идет, знаете, есть такая штука, называется реверсивная психология. Вот здесь что-то похожее. То есть, по бидам на, как на Binance и особенно на Coinbase, мы видим такие огромные проплешины, что цена может легко сейчас, да, свалиться в диапазон 68-65. А то и даже на 60 тысяч долларов. Но, на самом деле, я думаю, что это не так. И здесь как раз включается та самая реверсивная психология, когда, обратите внимание, что происходит нас, как 71-76 тысяч долларов. Какие у нас здесь стоят котировки плотно через каждые, там, 500 долларов, через каждую тысячу долларов. Весьма увесистые котировки 160, 300, 260 битков и так далее. И, в принципе, у нас похожая картина только 72-79 тысяч долларов по бирже Coinbase. Тоже для биржи Coinbase весьма большие котировки 86, 301, 144, 131 и так далее. В чем здесь фишка реверсивной психологии? Что неопытный игрок, когда посмотрит на рынок, он увидит, что, ага, здесь у нас очень мало спроса, то есть желающих покупать. Но очень большие плотности желающих продать. Соответственно, цена не пойдет сильно выше, чем 73 тысячи долларов и, скорее всего, будет падать. Да, это как прямо можем проанализировать стакан. Но всегда стоит учитывать конъюнктуру текущих событий, что делают ETF фонды, что у нас на графике, какие у нас царят настроения. И отсюда, как бы, включается та самая реверсивная психология, что, скорее всего, эти заслонки, да, определенный эффект сдерживания цены есть. Но фишка в том, что наиболее вероятно, цена как раз пойдет в диапазон под номером 1, а затем в диапазон под номером 2. Только нужно, чтобы прошло немножко времени. А слабость, которая показана, ну, собственно, никто сейчас не светит свои деньги, а берут свои доллары США и бьют прямо вот сюда, инициируя покупки. Чтобы еще раз в этом убедиться, всегда смотрим ленту сделок и видим, если у нас не меняется соотношение, то есть покупок фактически в два раза больше, чем продаж, то это, в принципе, хорошо. Это весьма органический рост. Вот это что поменялось по стаканам, то есть добавилось больше плотностей на асках и, в принципе, не появилось плотностей на бедах. Теперь, когда мы посмотрели ETF фонды, когда разобрали стаканы, давайте посмотрим, что нового по графику. За последние двое суток у нас не было коррекции ниже, чем 69 тысяч долларов. Это весьма хорошо, позитивно для дальнейшего продолжения роста, возможно, после небольшой аккумуляции. И потенциально возможно снижение 67-69 тысяч долларов в этот диапазон. Не факт, что это будет, но, в принципе, это стоит допускать. И, в целом, я ожидаю либо еще какую-то проторговку в этом диапазоне, либо постепенный выход, возможно, уже на этой неделе, а может быть, к началу следующей, на новый all-time high. Но у нас гораздо более позитивные сдвиги произошли на доминации битка. Пока что еще рано говорить и праздновать, что вот-вот у нас альт-сезон, но на самом деле, посмотрите, мы пробиваем трендовую. У нас уже было одно такое пробитие. Если хотя бы еще пару суток мы будем крепиться ниже, чем 54-6, это весьма может быть неплохим предлогом, чтобы вот увидеть дальнейшую какую-то поступательную картину. О чем это будет говорить? Конечно, о том, что переток из битка будет перетекать в альты. Пока что он начался, за последние двое суток очень активно прошел, но фактически на 3% доминация BTC упала. Это пока что хороший звоночек. Куда потекли все деньги? Да, собственно, в эфир, который у нас вырос за последние двое суток на 25%. Это топ по мемкоинам. Например, ПЭП вырос на 56% всего лишь за двое суток и обновил свой all-time high. Кстати, об этой монете я говорил, по-моему, одно или два видео назад, когда она еще торговалась буквально там по 10-11 тысяч. Ну, куча нулей 10, куча нулей 11 тысяч. То есть, сейчас ситуация там, конечно, выглядит немножко получше. И давайте теперь по важным новостям. Что у нас прояснилось, что поменялось по поводу эфириум ETF. Если вы сейчас смотрите это видео и не смотрели предыдущее на YouTube, рекомендую вначале его посмотреть, чтобы было все понятнее, о чем я говорю. В общем, есть некая компания OneEgg и их спотовый эфириум ETF был добавлен на сайт DTCC. Что это такое? В общем, по аналогии, как у нас это происходило с биткоином, то есть, когда, да, еще не было у нас спотового ETF на биткоин, то есть некий сайт, который называется DTCC, и на него были добавлены предварительно списки компаний, которые предоставляют, ну, собственно, услугу ETF. Вот, и сейчас эта компания, которая называется OneEgg, появилась на сайте DTCC. Это, конечно же, не гарант того, что вот-вот уже запустят эфириум ETF, но это еще один небольшой плюсик в сторону того, что принятие ETF уже в каком-то ближайшем будущем, оно становится более плотное. То есть, у нас становится больше уверенности, что так произойдет. Так вот, эта новость появилась, это, в принципе, позитив. И что еще хотел вам показать по таймингу, по датам, довольно важные отметки. Первая отметка это 23 мая, еще раз 23 мая, 24 мая и 30 мая. Собственно, Bitwise, OneEgg, Arc, Hashdex и Grayscale Ethereum Futures Trust. В общем, все эти компании подались на заявку по получению эфириум ETF и у нас супер важные даты 23, 24 и 30 мая. Именно в эти даты мы узнаем, одобрили ли компания, которая посылала, собственно, запрос на открытие эфириум ETF, дали ли зеленый свет или нет. И в зависимости от этого мы получим довольно большую волатильность на рынке. То есть, в моменте, я уже объяснял в прошлом видео, например, 23 числа и 24 мы получаем отказ. А отказ будет значить, что, в принципе, допустим, компании Bitwise это перенос. А, например, для компании Arc21 Shares это уже будет как бы отказ, потому что это финальный дедлайн. Но могут одобрить потом уже другим компаниям. Например, это может быть в июне, в июле, в августе или даже ближе уже к концу года. Например, Bitwise или Franklin могут оформить, одобрить это все дело. Так вот, к чему я хочу подвести, что 23 и 24 число будут очень волатильными. И, естественно, мы можем определить, в какую будет сторону волатильность. Это в зависимости от того, если одобрили. Понятно, что очень большая вероятность, что все полетит вверх. Биткоин может не так сильно, но альты, включая эфир, очень сильно. А если, скажем, получаем негатив, что заявку не одобряют, то, конечно же, в моменте у нас может быть слив. Я не вижу какой-то тотальный слив, который затянется там на неделе. Скорее всего, это будет быстрый краткосрочный слив. Не очень большой глубины. Но, как бы, тем не менее, такое может произойти. Поэтому отмечайте себе в календарях 23, 24 и 30 мая супер важные даты, когда мы, возможно, узнаем, одобрили или нет. Если одобряют, то, скорее всего, на ближайший месяц у нас нарратив будет только восходящий по всем активам, особенно по альтам. Если не одобряют, ну, значит, ждем июнь, июль, август, либо конец года, где уже с очень большой долей вероятностью могут действительно одобрить. Что-то мне подсказывает, что мы увидим одобрение до 30-го числа, либо же по 30-е число, включительно вот эти два эмитета, которые подавали заявку на открытие спотового эфириум ETF. Так что возьмите себе эти даты на вооружение. Пока что четкого тайминга по времени, когда это будет, нет, это будет непредсказуемо. Поэтому рекомендую на канал, в телеграм-канале поставить оповещение о всех постах. И как только оперативно у меня получится узнать, то я обязательно оповещу свою аудиторию, то есть вас, о том, что был принят, либо же там был получен отказ по эфириум ETF. Как можно очень быстро поработать, если все-таки одобряют, и вы эту новость получаете одним из первых, то можно, в принципе, залонговать тот же эфир, тот же ПП, да, в принципе, почти что что угодно можно залонговать. И лучше лонговать будет, конечно же, альты, чем биткоин. Ну, опять же, да, небольшая поправка, все что угодно, ну, в рамках разумного, давайте в рамках хотя бы топ-20 по капитализации активов, можно будет попробовать залонговать. Собственно, у меня на сегодня, пожалуй, все, все основные моменты я вам рассказал. Надеюсь, такое включение было полезным, хоть оно и не супер коротким получилось, но как бы основные мысли, что, основные изменения, которые произошли за последние сутки, что стоит ожидать дальше, я с вами поделился. И на этой ноте буду прощаться, и всем желаю хорошего дня, пока!